Попробуем смоделировать, как зависит частота посещения родителями с детьми досуговых центров от следующих переменных. Семейное положение родителей, материальное положение семьи, образование родителей, экономический статус семьи, должность родителей, место проживания семьи. Очевидно, здесь следует применить линейную регрессию. Об общих принципах линейной регрессии вы можете посмотреть на нашем сайте. Запускаем. Итак, зависимые переменные – это частота посещения. А предикторы, поскольку наши исходные предикторы являются категориальными, они не могут идти в качестве предиктора в модель. В модель пойдут дами-переменные, полученные из исходных категориальных предикторов. Категориальные, то есть номинальные и порядковые. А дами-переменные – это дихотомические предикторы. Которые получены расщеплением исходных предикторов. На да – нет. То есть женат, замужем – один ноль. Разведен, холост – один ноль. И так далее. Соответственно, таких предикторов гораздо больше. И они идут в качестве зависимых переменных. Также меняем метод включения предикторов в модель на бэквард. Почему бэквард является оптимальным для работы с предиктором, тоже можно будет посмотреть на нашем сайте. Запускаем и получаем модель с R-квадратом, скорректированным, равным 0,8. 0,08. То есть только в 8 случаях из 100 наша модель даст правильный прогноз. Допустим, что мы хотим, опять же, спрогнозировать некую частоту посещения, ну, условно говоря, там, 30 раз в год. Но используем не предикторы, а используем подбрасывание монетки. Решка да, посещает, Орел не посещает. Соответственно, мы будем ошибаться только в половине случаев. А при применении полученной нами модели будем ошибаться в 92 случаях из 100. Очевидно, что модель, в которой R-квадрат меньше 0,5 является бесполезной. Пробуем построить полезную модель. Собственно говоря, сегодняшняя серия видео именно этому и посвящена. Каким образом этого достичь? Запустим снова регрессию. При этом попросим сохранить стюденизированные остатки. То есть величину отклонения предсказанных значений от эмпирических значений, деленные на стандартную ошибку. Это является разновидностью стандартизованных остатков. Но, как указывают некоторые авторы, стюденизованные остатки ведут себя несколько лучше.